Такой вопрос, продолжение вашего ответа. Что вам помогло добиться успеха в теме, которая плотно связана с политикой? Какие рычаги вы использовали, чтобы построить такой бизнес? В чем связь с политикой? Ну, алкоголь. Это все, да? Ну, в чем? Попробуйте, если я запрещу. Давайте предметно, давайте такую коротенькую дискуссию. В чем моя, вернее, связь нашей отрасли с политикой? Ну, надо понимать, что это высокомаржинальный бизнес все-таки. Если я захочу завтра здесь открыть завод алкогольный. Если у вас есть деньги, с радостью вас примут как инвестора. Я вот приехал в Белоруссию, часть производства с Украины переношу сюда, мне тут рады, регуляторная разрешительная политика в порядке. Единственное, что все в неофициальных беседах говорят только одну фразу. Пожалуйста, не обманывайте. То есть работайте честно, мы вас ждем. Смотри, инвестора ждут в любой экономике мира. Нет вот этих историй уже очень давно, что ты куда-то не можешь зайти, потому что кто-то что-то контролирует. Нет этих историй давно. Сейчас мир прозрачен. Это большая цифровая деревня. Благодаря Фейсбуку и трем тысячам перепостов любого человека можно сделать знаменитым. Поэтому я категорически против такой оценки бизнес-стратегии. Если у тебя все хорошо, если ты все понимаешь, куда идти, если ты хороший налогоплательщик, если ты хороший работодатель, если ты делаешь все честно и не идешь на компромиссы, точно вопросов не будет. А если они даже будут, ты их спокойно проживешь. Это вы про сейчас. Спасибо. В то время, когда вы это делали, какими способами вы шли к этому построению большой компании в этой отпуске? Давай подругой. Ты чего от меня хочешь услышать? Что я убил 18 человек по дороге к успеху или что? Спасибо. Евгений Демушка. Что ты хочешь услышать? Давай, я попытаюсь понять, что нужно. Смотри, на самом деле в вопросе серьезная угроза. Выглядит это так. Хочу заниматься бизнесом. Вот он тут что-то рассказывает. Но, блин, понятно же, что все не просто так, потому что все с политикой, потому что я тут не могу построить завод. Это категорически неправильная установка. Значит, человек вначале думает, потом говорит, потом делает, потом эти поступки складываются в характер, характер определяет жизнь. Так вот, внимательно следите за тем, что у человека вылетает изо рта. Это очень важно, потому что завтра он будет действовать. Как раз в Бигмане я и разбираю ситуацию с позиции того, а почему они успешны. Смотрите, большое количество людей в этом зале, но Фридмана среди нас нет. А он есть. И он в это же время, в этой же стране, с этим же курсом доллара, с этим же рынком, с этими потребителями сделал два огромных, гениальных, больших бизнеса. Альфа-банк и X5 ритейл-групп. Он это сделал. А остальные обсуждают, почему он сделал что-то не так. Я за то, чтобы смотреть, что его привело к успеху, а не читать мусорные сайты и спрашивать, что там он где превысил скорость на машине. Мне эта часть неинтересна. Поэтому всем рекомендую, отвечая на твой вопрос. Идеальных нет. Безусловно, идеальных нет. Но и пожалуйста, не мажьте всех сажей. Есть тяжелый путь, есть напряженная работа, есть много нервов, есть волнение, есть цена за успех. Ты не всегда можешь быть со своей семьей, у тебя большое количество перемещений, ты общаешься не всегда с приятными людьми. Хочется кому-нибудь дать подзатыльник уже. Но ты понимаешь, ни в коем случае этого сделать нельзя, потому что у него твои деньги. И когда ты платишь эту цену, когда ты достигаешь успеха, ты приходишь в этот зал, встает, и такой парень говорит, а как все-таки было у вас? Я ответил на вопрос? Спасибо, спасибо. Давай, чувак, вперед.